Очень важным даджером, дизраптором или приспособленцем, оппортунистом бизнесу. У нас будут 2 выступления и 2 сессии. Один будет посвящен системному грубой провокации Ивана Садовского, как всегда. Я позиционирую. Грубой, оскорбительный, зачастую. Хорошо, это будет Иван Садовский с презентацией. Потом у нас будет кейс. Это наша конкретная advocacy, попытка на уровне, которую мы до этого не делали. Тем, собственно, она интересна. По этому поводу есть вот такая дорожная карта. И, собственно, об этом мы будем говорить. Но мы начинаем с нашего замечательного, удивительного, любознательного Ивана Садовского. Ваня, пожалуйста. Здравствуйте, друзья, еще раз. Доброе утро. За что меня так все обругали? Опять какие-то провокации и все такое. Я не знаю. Заслужил чем-то, да? Все же заслужено. Иван, у нас было много ясно. Ох, спасибо. Девушки дарят нам надежду. Слушайте. На самом деле, я всегда, когда выхожу перед аудиторией выступать, я для себя повторял про себя раньше. А теперь вслух повторяю. Есть такая песня. Как казалось мне. Нет. Без моих идей мир не может прожить и дня. Оказалось, в мире полно людей и все умнее меня. Оказалось, я так подумал. Это, на самом деле, действительно то, что многих движет за рамками профессиональными. Можно себя обозвать интеллектуальным туристом. Я все время куда-то хожу, ищу, где вот люди те самые, которые поняли вообще, как жизнь вокруг устроена. И это, на самом деле, я делаю в основном-то в практическом смысле. Ну, для того, чтобы просто выжить, получить чего-то от этой жизни. Таким образом, я и пришел когда-то к Ярославу Числавовичу, и тогда уже пришел к Леониду Федоровичу, или наоборот, не помню. К вам, Леониду пришел. И я пытаюсь этот поиск продолжать. Значит, последний вот год есть такая Московская школа физических исследований. Это Немировская и Мушея Козы. Они еще в 91-м году сделали такую Московскую школу вместе с Европейским Союзом. С Советом Европы. С Советом Европы сделали постоянно действующий семинар. На базе этих постоянно действующих семинаров, значит, есть школы национальные. Здесь в Беларуси это возглавляет Добровольский с Полевиковой. Да, куча народу прошли через эту историю. Они в том числе и делают еще продвинутые школы. Вот я на такую записался. Чем это прекрасно? Они собирают активистов с всяких забытым Богом мест, например, с Беларуси. Сейчас у нас группа люди из Дагестана, с Владивостока, откуда угодно. И, ну, небольшими группами, 30 человек максимум, меньше даже. И представляют нас и нам, экспертов московских, не московских, русскоговорящих и восточноевропейских разных. Есть возможность с этими людьми пообщаться. Это всегда на выезде. Значит, можно в рамках этой школы сделать проект, если есть такая возможность, желание. И, конечно, это интеллектуальный вызов такой высочайший, потому что все люди, которые пишущие, активно наступающие на постсоветском пространстве и в Восточной Европе, ну, практически кого вы знаете, все каким-то образом на эту школу приходят, общаются, разговаривают. Ты можешь этих людей схватить за галстук, рассказать ему свои глупые мысли. Люди слушают, вежливо обычно себя ведут, не сразу посылают. Это очень интересно, на самом деле. И если кто-то заинтересуется реально, если вы проходили через школу Добровольского, я вам могу дать контакты. Ну, это такая достаточно сильно затратная с точки зрения времени вещь, но очень такой интеллектуальный сильный вызов. И единственное, что вот точно я научился на этой школе. Значит, когда вам говорят, что это очень просто, то это ерунда. Ничего не просто в этой жизни, все достаточно сложно. Хотя есть, конечно, какие-то законоверности, которые мы пытаемся вычленить. А еще продолжение из этого самого дихотомии просто сложно. Это вот эти вот самые вопросы, которые мир мочу сегодня набрасывает в школе. То есть внешний терминатор, дедрукторы, внутренний терминатор, дедрукторы. Покажи пальцем, кто плохой. Покажи пальцем, где тот самый враг, с которым надо побиться. Значит, вот что такое искоренимый. Завтра это, знаете, вспоминается такая молитва маленькой христианской девочки. Господи, когда же все добрые люди объединятся и убьют всех плохих людей? Знаете, оно так не работает, нет? В какой же раз Владислав Числавович нас собирает на школу? Какая это школа? 15-я. 15-я. Офигеть вообще! 16-я школа. С ума сойти! Это подвиг, на самом деле. 16-я школа. Ну, стояйте. Паспорт меня получает. Мы 17-я. Я бы сказал, жмите. Жмите. Ну, я к чему. 16-я школа это очень круто. Я был на 14-е. Это 14-я школа. И на нескольких выступах последних. Я говорю, Владислав Числавович забрасывал эти вопросы, да? И он на самом деле знает, что мало того, что все эти вопросы, вы сами знаете лучше у меня ответы, да? Ну, что тут обсуждать? Какие дезурторы? Что мне опять поругаться на чиновников там? Или рассказать про ресурсы жизнеспособности белорусского бизнеса? Какого там у госсектора? Как жизнеспособности? Какая у частного? Ну, что там говорить тут? Модификации, дезургции управления сектором госпредприятий. Тысячу раз обсуждали с вами, да? Особенно мне понравился вопрос, почему белорусский бизнес платит сотни долларов за участие в бизнес-форумах, от картона, встречи в бизнес-менеджмент в гору, не конференциях, в open space и прочей фигне, да? И очень неохотно поддерживает выкатирование рыночных реформ и улучшение делового климата. В этом смысле еще круче в Москве, слушайте, какой-то чудик приезжал американский, собрал олимпийский. Люди платили по тысячу долларов. Британец. 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 Да. Ну, не знаю, не очень интересно, потому что понятно, что это Эддуртемент, да? Как это правильно называется? Эддуртемент правильное слово, это не оговорка. Люди хорошо продают развлекательное шоу. И книги у него лажали, самое важное. Ну вот, прекрасно, что мы здесь разобрались. Ну, в восемь году приезжал рубить. Альфа-банцев платил ему на продвижность 70 тысяч долларов. А в Москве его бесплатно никто не хочет слушать. Ну, правда. Там точно такое же не угодно. Ну, в смысле, я с вами согласен, да. Собираются люди, платят деньги, но это, понимаете, жалоба такая, а чего меня девушки не любят? Не-не-не. Потому что эти люди умеют продавать свою образовательную развлекательную программу. Дайте, Ваня Густаренко сначала. Да. Уже, я же говорю, что провокация. Молодец. Так что мы говорим, 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 что мы говорим. И почему не поддерживают эти самые рыночные реформы, мы не вкладываются и так далее. Все-таки давайте еще раз поговорим про нас. Нет, не про рыночные реформы не поддерживают ассоциации, не поддерживают союз, которые занимаются адвокатированием. Ответьте, ваше мнение. Вот, я вам сейчас. Пожалуйста. Я вам сейчас не расскажу. Потом будет формат обсуждения. Будет все это высказаться. Что вы будете перебивать? Смотрите. Я тоже не могу бороться с Романчуком. Он сильно умный, да. Значит, мне нужны какие-то козыри. Значит, я говорил это когда-то раньше ему просто со своих слов. Значит, сейчас я его книжкой буду бить. Значит, есть такой господин Юрчак. Значит, это русскоязычный товарищ, уехавший из Советского Союза в 90-е ранние годы. Он преподаватель, профессор Беркли. Значит, написал такую книжку. Это было навсегда, пока не кончилось. Это про то, как Советский Союз, который казался незыблемым колоссом с КГБ, с 100% охватом всего, с полным контролем, вдруг схлопнулся в один день. Последнее советское поколение, значит, всколыхнуло на самом деле все академическое сообщество, всех советологов, всех людей, которые пишут на эту тему. Книжка сама по себе очень тяжелая и скучная. В том смысле, что она такая академическая, да? Это вот постоянное, ну, такое полноценное академическое исследование, тысяча примеров, анкетирование, там, ссылки на документы и так далее. Поэтому я вас призываю, найдите какую-нибудь лицензию. Накольте самая такая простая и понятная. Ну, можно лицензию прочитать, основные идеи там выбраны. Значит, а еще проще, в более простом виде я вам расскажу. Точно так же, как Ирслав Числавович призывал нас тут, как на школе агитаторов, выбрать, что конкретно, какой враг у нас в белорусском государстве или белорусском обществе есть, да? И с ним, собственно, и бороться. Это называется язык бинарных оппозиций. Черное-белое, да? Это прекрасно для агитации, прекрасно для борьбы, прекрасно, когда вы, как политруб, должны свою роту поднять из окопа, чтобы погибнуть, но для аналитических смыслей это не очень подходящая история. А на самом деле вся историография холодной войны и вот этого идеологического противостояния, она именно в этих бинарных оппозиций и состоит. И описание общества советского, оно точно такое же. Типа, были коммунисты, которые нас подавляли, и было марлоки, да? Мы, как общество, которые тихо сопротивлялись и чуть ли не готовились записаться все в партизанский отряд. Вы записывались в партизанский отряд? Нет. Он засмеялся, да, Николай? Потому что он сам в погонах ходил, да. Значит, как мы выживали в этом самом советском обществе? Вот он вводит такое... Во-первых, он просит в аналитических целях эти бинарные оппозиции пользоваться поменьше. Он предлагает выбирать какие-то новые позиции. То, что касается бизнеса, нас, да? Есть такое понятие, термин Бахтин еще ввел его, называется «вненаходимость». Вненаходимость советских субъектов по отношению к авторитетному диску. Значит, что такое... По-русски, да, объясните. Как по-русски это объяснить? Значит, это не мы сами пережили, это больше пережили наши бабушки и родители, да? Когда большевистский режим был непосредственно депрессивный, репрессивный. Когда реально тебя могли за опоздание на работу, позади тюрьму. Когда, ну, прямо вот расстреливали людей, раскулачивали. Это пережили, там, два поколения до нас. Но, тем не менее, значит, общество смирилось с этим делом. Мы это получили уже в качестве воспитания, да? Не высовывайся, не вылазь. Соответствуй внешним проявлениям советского режима. Значит, пионеры тебя принимают, ну и хрен с ним, да? Значит, приняли комсомольцы, идешь на собрание, голосуешь. Люди привыкли к авторитарному дискурсу соответствовать внешним. Но это не отражалось, на самом деле, ни в них внутри. А когда это уже было третье поколение, четвертое, как наше, да? То это превратилось просто в чистую рутину. Поэтому Советский Союз и рухнул по щелчку, потому что, на самом деле, в это не верили ни те, кто сходил в погонах толком, да? И как только стало можно, система схлопнулась. То есть схлопнулась она, это долго-долго зрело-зрело-зрело и в какой-то момент разродилось. Значит... Вообще спорят. Да, спорят, сейчас спорят очень в кругах аналитических. Значит, куча есть рецензий и книжек уже написали, которые с ним спорят, да? Но, что самое интересное еще для нас, для предпринимателей. Вот чем предприниматели постсоветские сильно отличаются от предпринимателей любых других стран? Потому что поля вненаходимости, они же были разные, да? То есть, в поздние советские времена, кто из вас туризмом занимался, например, активно? Вот, или там какие-нибудь эти... Кружки любителей читателей литературы, да? Или там какие-нибудь рок-клубы, да? Или там и так далее и тому подобное. Политикус, помнишь, да? Политикус, это уже крайности какие-то, в основном, потому что это была какая-то стремная тема, да? Но, в основном, люди находили себя, реализовывали себя вне официального дискурса и там крутились. Для кого-то, там, филатеристы, что угодно, да? Эзотерические общества, индеграмм, что угодно. Значит, в основном, все эти поля вненаходимости в постсоветское время, они реализовались в хобби просто. А вот именно предпринимательское движение, оно превратило это в образ жизни и в работать. Значит, мы, на самом деле, в значительной части предприниматели вынуждены, потому что это было единственное поле, где можно было обеспечить материальный себе достаток, и это быстро, да, переход такой был, моментальный. У нас, на самом деле, до сих пор нет ни настоящей политики, например, ни настоящей академической жизни ни в Беларуси, ни в России. В России, может быть, чуть-чуть, и то ее давят. А бизнес был настоящий с самого начала, да, вот как ты взял мешок в руки, это уже было настоящее занятие, и поэтому этим занимается огромное количество людей, которые в нормальной стране, в нормальной жизни этим бы и не занимались, на самом деле, скорее всего. И поэтому, кстати, многие из вас вот здесь вот сидят, да, вместо того, чтобы придумывать дизайн очередной какой-нибудь упаковки, там, или чем вы там еще занимаетесь, там, новую дверь какую-нибудь продвигать еще на какой-нибудь новый рынок, или придумать новые ботинки, да, потому что для многих из нас это вот вынуждено. Пошли, мы подфитили сжинсы к бизнесу, но, возможно, занимались бы мы не этим, в нормальной ситуации. В постсоветское время стремление выйти за пределы системных, анти-системных отношений никуда не делалось. Опыт свободного взаимодействия с законами в СССР очень помог развитию тропинерских сетей в ранней постсоветской России. Собственно, весь наш бизнес не вырос из этих пространств и находимостей. Это то, что он пишет про Россию, а с Беларусью еще были интересные истории. А мы так продолжаем достаточно сильным образом находиться в советском более интеллектуальном, ну, не интеллектуальном, как пора сказать, идеологическом. Идеологическом. Александр Григорьевич, что сделал? Он, когда стал президентом, он понял, что мы все, как дрессированные животные, некоторым командам четко подчиняемся. Это как на плац выйти, где солдаты, и сказать, ряхнуть правильным голосом, равняясь смирно. И люди раз, сразу и стали. Ну, есть рефлексы. На этих вот рефлексах во многом до сих пор выстроена белорусская государственность. То есть, по привычке люди, надо голосовать, идут. За кого-то, как говорится. Как привычка, как это было там 30 лет назад, 40. И сейчас то же самое. А? Еще и на людей. Да. И поэтому настолько стараются власти наши и внешние атрибуты все воспроизвести. И из этого, вот это все, что связано с победой, с культом войны тоже. Потому что это как бесспорная вещь. Это поддерживает тот самый дрессированный наш короткий поводок. Ну да. Это ты правильно говоришь. Потому что, когда вот немецкие эксперты приезжают профсердинский, они заходят и все быстро встают, да? По привычке. Да, вот такие штуки. Значит, на этом во многом выстроена белорусская наша текущая жизнь. И государственность наша на этом стоит на самом деле. Но это привычка. И поэтому, Ряш Славович, то есть еще раз хочу вот насчет этого еще сказать. Романчук, эти вопросы все про дезрупторы, да? И про бизнес, и про то, что мы должны каким-то образом вычленить тех самых врагов построения свободного светлого общества в Беларуси. Он ищет в бизнесе все время, в союзниках, да? Все там делаем, да? Действительно, значит, потому что у нас, считается, в предприятии это что-то такое особенное. Еще раз, в обычной жизни в нормальном обществе это просто одно из рядовых занятий. Это не обязательно ты заработаешь огромные деньги, да? Это не обязательно ты станешь белым яйцем. То есть гарантированно ты не станешь белым яйцем. В лучшем случае ты научишься печь свои пирожки, будешь это делать тяжелым трудом, зарабатывать себе хлеб. У нас в понимании это произойдет через поколение, я думаю, после того, как здесь установится нормальное рыночное отношение. И в этом смысле все эти вопросы, которые мне Ярослав Вячеславович задает, а как же так, а почему бизнес не поддерживает, не идет, не лезет. Ну вот есть же какие-то активисты, да? Вот они же интересуются, стараются. Тут еще и понятно, еще такое, как это есть группа такая, песня была. Пост-оргазмик чил. У нас был классный супер всплеск интересов властей вообще к бизнесу, да? Оно реализовалось в декрете, там, с двумя встречами с президентом, с созданием этой самой… ну всегда после пика, ну что, идет на спад, да? А еще и пошло на спад как-то не очень хорошо, как хотелось. Поэтому как-то раздражение тоже есть, да? Но в этом смысле, правда, с точки зрения организации в Беларуси, как системы, ничего особенного не поменялось. Это как и было, как мы с вами обсуждали прошлый раз. Это система из… полностью исключающая, максимально исключающая из обычной жизни нормальную конкуренцию. Это система распределения бюджетных рент, которые контролируют государство прямо там наверху, да? И где только вот двум там или одному допущенному депутату разрешают заглянуть в проект бюджета, да? И там в проект каких-то законов, которые будут опубликовываться. Значит, это доходы от транзита и продажи сырья, которые никак, в общем, и так знаем, что там что-то происходит, как-то перераспределяется, да? Мы, мелкие предприниматели, мы все где-то находимся вот здесь вот, причем под жестким контролем административных органов, пересекающихся в виде исполкомов администрации, министерств, ведомств вот этих всех, да, которые жестко накладывают ограничения. И вот на этом вот все построение и предпринимательство свободное, оно как мох. Ну и да, мы заняли какую-то свою нишу, на самом деле не такую же маленькую, на обслуживание этих потоков где-то, да? То есть перемешку же. И чистый бизнес настоящий, который просто с клиентами общается, работают, и те, кто на экспорт шуток продают, и те, кто обслуживают те самые бюджетные большие потоки. Это вот в процентах доля организаций МСП в экономических и таких картинок вы сами можете взять. Тысячу разных, они все могут подвергаться сомнениям, каждую из них можно увеличить, два или уменьшить, два. Ну более-менее тенденция понятная. Какая из них, из этих позиций, ну меньше всего фальсифицируемая? Количество занятых, наверное? ВВП, ну ладно, выпуск товаров, выручка. Не, выручку легко спрятать. Ну не сильно ты у нас спрятишь, но на самом деле, понимаете, что вот где-то такая доля малого и среднего бизнеса где-то под 30% заняты уже, да? Крестовки больше 40%. Ну вопрос в том, что сейчас частный бизнес является самым крупным нанимательным. То есть уже не масс, там не государство в самом крупном. Вообще все равно еще скажут, что сейчас колхозы это ЗАО, и поэтому у нас... Нет, нет, нет. Ну смотрите, то есть мы можем методологически спорить. Ну понятно, что частный свободный бизнес это там 20-30, может быть 40% от населения, где-то ВВП. Это все равно обслуживающая часть, все равно корневая система, нет, становая система белорусской экономики, это перераспределение рентных и транзитных доходов. Каким-то образом они поддерживают промышленные предприятия, каким-то образом пилят там деньги, да? Ну понятно, более-менее механизмы эти все. Улучшение законодательства, каждое из них, это безусловно существенная большая работа. То, что у нас чуть-чуть улучшился административный кодекс, уголовный, и меньше репрессивность стало, это все прекрасно, и с этим надо работать. Но это точно такая же история, как с предпринимательством. В поте лица своего будешь добывать свой хлеб, и борьба за каждый из пунктов изменит законодательство, она должна продолжаться. И, чтобы не обсуждать скучные вещи, да, я хочу чуть-чуть выйти за рамки. Значит, это мой знакомый новый, значит, там же на этой школе я познакомился. Человек, он, знаете, занимается чем? Он окончил философский факультет и занимается такой сравнительной антропологией. Он выискивает на территории постсоветского, ну, всем постсоветском, в России в основном, какие-нибудь зачаточные или прорастающие национализмы ездят. Вот здесь у нас на радиус, на каком она, на Еврорадио программу ведет, Идея Икс вместе с кем-то там из наших. Романчук же был, наверное, да? Значит, он написал такое. На Украине опять произошло что-то удивительное, чего никто не ожидал. В России очередной раз произошло что-то ужасное, неизбежно, чего говорил и все, особенно апостол Иоанн своему о Калипсисе. В Белоруссии, как всегда, ничего не произошло. Классно, да? Классная, хлесткая фраза, а на самом деле неправда. На самом деле ерунда. На самом деле идем мы ровненько одним же циклом. Вот вчера нам рассказывали про Украину, значит, и такая аналогия смешная. Ой, смотрите, Зеленский похож на Лукашенко. Да? На самом деле, а вспомните, а что делал Путин, когда пришел? Ровно то же самое. Боролся с коррупцией, равно удалял олигархов. Помните эту историю? Набрал самых-самых лучших профессионалов, какие были вокруг него, да? Искали там, Лорионова нанял, и таких же людей еще десяток, да? Мы ровненько таким же... То же самое делал Александр Григорьевич. Да. Равно удалял олигархов, боролся... У нас не было олигархов, боролся с самым первым олигархом. Кто там у нас назывался таким? Ну это не олигарх был, но это у меня есть. Боролся с крупными предпринимателями. Мы идем... Это я что-то говорил. Знаете, что это? Это круг сансары, да? То есть это свинья, петух и змея, да? Они друг друга за хвост кусают и крутятся. Значит, свинья — это жадность, наверное. Змея — агрессивность, а петух — что-то такое, самолюбование. Но там ведь и есть праведники. Идут праведники, а тут какие-то грешников в ад черты тащат. И цикл это повторяется. Цикл повторяется не только у нас. Значит, есть такой товарищ — Кирилл Рогов. Фонд «Либеральная миссия» — один из лучших российских публицистов. И причем, знаете, такой очень отчаявшийся. Ну, как многие из на этом поле людей, которые долгие годы занимаются исследованием транзитологии, политические системы. Значит, у них сначала какой-то романтизм есть общественный такой. И они что-то предлагают, пишут книги. А все идет тем же циклом, да. И они все злее и злее становятся. Значит, у него это, к счастью, проявляется в более острых отточенных формулировках. Значит, они сделали такое исследование «Царь горы» недемократической трассы власти на постсоветском пространстве. Значит, исследовали все эти вот операции и преемник, какие были на постсоветском пространстве за последние там, сколько, ну, двадцати лет, да. Успешные, неуспешные, какие закономерности, что получилось, что не получилось. Значит, прикол в чем, что успешные, а неуспешные, конкретного преемника приняли или нет, пришел тот человек, которого выбрал предыдущий президент, или пришел какой-то другой человек, с системой ничего не меняется. Меняется фамилия. Был бурды Мухаммедов, стал там… Мирзаялиев. Да, сал Мирзаялиев какой-нибудь, да. Никакой разницы. Значит, единственное, что четкая такая последовательность, а? А какая разница? Господи! Нам особенно, в ненаходимом, какая разница, за кого нам надо голосовать на каком-нибудь очередном собрании. Абсолютно никакой. Единственная такая интересная последовательность. Транзит очень сильно зависит, чью позицию займут силовики. Запятая. Те силовики, которые транзит обеспечили, всегда улетают нафиг. Вот именно те, которые за руку одного из кандидатов помогли перейти… Ну, вот этот масток, да. Их всегда потом после этого зачищают каким-то образом жестче, мягче. Это вывод из этого вот исследования. Вы можете исследование… Вы можете это исследование почитать. Смотрите, «Рогов царь горы», если вам интересно будет, да. Ну, оно тоже достаточно большое такое, скучное, там, фамилии. На Украине сколько? Пять переходов произошло, да, там, таких и сяких. Сейчас шестой президент. Шестой президент, да. Там где-то один-два всего лишь. Тем не менее, значит, и самый интересный вывод какой вообще из всего этого? Настоящая власть – это не тот, кто фамилия. Нет, даже вывод не в этот, а системы вот эти вот устойчивые. Значит, опора… Нет, в смысле, это же понятие, она устойчивая и… Ну, это проклятие на самом деле, да. Ну, это проклятие для всех, понимаете. Дело в том, что… Каждый из кланов, который потерял, он потерял все. Вот еще что интересно. Никто из политиков этих не сохранился. В политике, да, наследники их не сохранились. В разных странах по-разному где-то под уголовным преследованием бегают в Белоруссии и прячутся, да. Где-то кого-то… Ну, это не только в ужасных каких-то как бы странах. Вот в самой прекрасной демократической Грузии то же самое произошло, да. Всех зачистили министр МВД прекрасный, за которого все… Владынин написал вот такие книжки «Сидь в тюрьме». Кто-то из министров того самого переходного грузинского правительства работает таксистом. Президент… Ну, вы понимаете, да? Вопрос, в чем здесь ужас? Да. Сооружение на диагнозе на том, что… Ужас в том, что… Наверное. Мы все постсоветские страны находимся вот в одном и том же тренде, да. Нигде нет нормального и устойчивой базы для роста. Базы для роста нормального человеческого, перехода на нормальные рыночные условия нету. Нет. И в этом смысле, что… Самый такой вот ужасный вывод. Романчук-то хочет всех очернить, но, к сожалению, это, может быть, более аналитически правильный подход, потому что остальная вот масса экспертов, особенно экономических, у них, наоборот, последние там 3-4 года какая-то постсораль странная. Да не только ДНК, все. Кого ни возьми, натуральная такая, у нас все прекрасно, у нас растет частный сектор, у нас выросли независимые прекрасные маленькие предприятия, и они теперь уже, вон, 20% занимают ВВП страны… Эти компания даже пишут по заявке. Не по заявке, слушайте, это вряд ли. Ну, конечно, там гранты, то да сё, но на самом деле нет. Послушайте, это у людей все-таки аберрация, такое зрение, потому что, ну, невозможно жить постоянно в ужасе. Так, конечно, только поддерживать ВЗХ. Неважно, значит, так или иначе, значит… Подождите, ну, хорошо. Мы можем взять официальных экономистов или каких-то более-менее полуофициальных, да? Но вот эта вот идея, что надо милиться, правительство у нас хорошее… Вы Карпунин вчера слышали? Карпунин умный, безусловно. Человек, который с ними общается, вижу, там люди с человеческими лицами, да? Ещё раз хочу сказать, что это же зависит не от людей. Действительно, правительство у нас прекрасное. Ну, реально, прекрасное. Люди умеют говорить. Люди, ну, нормальные, ну, нормальные. Лучше, чем предыдущие, этот. Но… Акула… Понимаете, постарай какая-то. А на самом деле, в чём основной вопрос? Основной вопрос – это то, что мы с вами прошли. Мы просто раз обсуждали на прошлой нашей выступлении. Нету частной собственности, нормальной защищённой. Даже если она есть, кажется, вот нам кажется, мелким предпринимателям, что мы своими силами заработали, и какие-то маленькие кусочки у нас есть. Но вы понимаете, что когда остальные 70 процентов, те самые премьер-министры бывшие, да, министры и силовики все, когда у них нет собственности, а их 70 процентов в их руках сила, что ситуация неустойчивая. Нифига неустойчивая. Она рухнет любую секунду. И понимаете, когда Шрайбан, например, специально нашёл такой феномен в городской государственности, общее место такое, что Беларусь – это единственный адаптивный авторитаризм, который построил устойчивую систему, да. А что же она такая устойчивая? Почему тогда спрашивают? Сейчас под вопросом вообще белорусской государственности. Что это за устойчивость такая? Ну это очень странная история, значит. Она выстроена, она достаточно симпатично выглядит, но основа – это свобода, собственность. Собственность принятая. Понимаете, нету основы у нас, да. Нету собственности, которая принимает общество, которая защищает всё общество. Не только мы в свои 20-30 процентов вцепившись, да, пытаемся как-то адвокатировать, защищаться, товарищ, не трогайте, пожалуйста, спасите нас. Пока все остальные не получат какую-то долю, и это не будет принято правильно, не будет акцептировано обществом, никакого устойчивого развития невозможно. Как оно реализуется, если не дай Бог, что произойдёт? Про это написано книжка тысячу раз. Вот, например, я вам взял такую книгу, знаете что, это 2004 год. Это отдельная оптимистическая трагедия, нет, наоборот, трагическая трагедия. Это был такой в России журнал «Эксперт», коллектив журналистов, действительно очень классных, сделали первое деловое издание в России, сами. Дорастили тираж до 500 тысяч, что это такое? Люди, которые продвигали именно вот рынок, построение рынка, да, и свободы, и справедливости в России. Значит, на каком-то из витков решили сделать собственный канал даже телевизионный. РБК открыл канал, да и они тоже. Значит, на этом витке в восьмом году попались на крючок государственного банка какого-то, и теперь господин Фадеев, человек, который лицетворял вообще, ну это был, ну, это был крюч, ну, как вот, как коряги наш, да, то есть человек, который лицетворял, что вот люди, мы должны строить бизнес. Люди, они издали книжку «Семь нот менеджмента» в каком-нибудь, не знаю, там, 90… В конце… В конце… Каком? Да, в конце 90. Хотелось бы делать. А теперь господин Фадеев в программе «Время» ведет, там рассказывает про Крым, в журнале «Эксперт» статьи какие-то про православие, там, и все такое. В общем, не деградация, понимаете. Люди полностью попали под этот крючок. Еще в 2004 году они сопротивлялись. Они писали книжки такие… В каком? Это 2004. Это, значит, «Апология собственности», и объясняли механизм, как это произойдет в какой-то момент, как только поменяются внешние условия. Значит, про то, как ФСБ ровно заберет всю собственность в стране явным или неявным порядком, скорее всего, неявным. Это ровненько, как история… Помните, в прошлом году Владудька нам рассказывал, что… Ну, я тут пытался подколоть, нашел фотографию, где его сделали генерал-губернатором. Ну, всех. Они все стали генерал-губернатором. Значит, с присвоением звания генерал-майор. Он говорит, блин, понимаешь, как только у нас меня… Ну, он же при всех вас откал. Меня сняли с должности, значит, и сразу из генерала-майора тебя опускают до обычного полковника. Значит… К чему это все говорит? Значит… Слушай, а давай видео здесь покажем, там два маленьких видео. Ну, и первое и второе. Я хочу вспомнить, как вы там включаете. Андрей говорил о процессе. Он оценивал процесс. Возможность… А, мы звук уже не включили, да? И оценивал возможность высоко. Но не результат. Результат… Сейчас, сейчас, сейчас. Мне кажется, вот недостаток современных исследователей нашей экономики в том, что они берут период последних десять лет. А давайте возьмем советское, посмотрим, как было базово в Беларуси и какой был ОВП и сравним с нынешним. Вот это будет интересно. Сейчас мы в этом… Сейчас вот видео сейчас… …важно… А звук не здесь? Давай послушаем. Ну, вот независимо в Совете правительственного бизнеса мы обсуждаем вопрос о поднятии регионов. Тихо, 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 тихо. Лагомотивом белорусских регионов. Мое предложение сделать лагомотивом белорусских регионов белорусский – большой и средний бизнес. Но для этого нужно перестать их кошмарить. Когда большой бизнесмен средний говорит, что я не знаю, завтра мне наручники оденут или медаль дадут, это восприятие бизнеса. Это тоже вопрос о том, о роли правоохранительных органов в проведении экономической политики. И давай второй включим сразу. Ромачук? Можно повторить сейчас это? Нет, тут интересно же не… Что касается свободы. Вот это послушайте. Я уже не знаю, какая тут свобода нужна для того, чтобы сегодня работать и зарабатывать. Я смотрю на ребят сидят «Контер», «Санта-Према», «Саша Машенский» и так далее. Мне кажется, они пусть не алика, не супер богатые, но они как бизнесмены имеют свое дело в Беларуси. Они имеют какой-то достаток. Я почему не знаю, потому что если надо где-то на спорт чего-то… Я говорю, ну, попросите у них. Ну, слуху, попросите у них. Они никогда не отказывают. Помогают там спортсменам и по именам ниже и так далее. И, ну, вроде бы, каких-то вот таких жалоб не было, хотя вроде и вылеток бизнесменами там жаловаться. Ну, все равно, какой-то сигнал присутствует. Я не понимаю, что им надо для того, чтобы завтра свободно производить товар и его продавать. Я не понимаю, какая нужна здесь еще свобода. Вы связали ее сейчас с кошмарным бизнесом и силовиками. Вот что касается силовиков, тут вы перебираете, что они принимают решения по экономическим вопросам. Да Господь с вами. Они бы страшно были не удовлетворены, если бы их заставили принимать эти решения. Они не имеют к этому никакого отношения. Натюбль. Ярослав, ты что не понимаешь? Ярослав, ты чего не понимаешь? Ярослав, ты что не понимаешь? Натюбль. Ярослав. Извините, когда вы с Ярославом найдете изменения в Уголовный кодекс по лжепредпринимательству из бизнеса, был Ярослав, которого не пострадавшись в мечтной казни, под личную ответственность, сказали Анатольевну, пропуск выпишите вы лично, если вы что-то лягте, вы будете вспомнить Ярослава. Понимаете, что на самом деле самое страшное, что происходит последние несколько лет. С одной стороны, с Александром Григорьевичем не поспоришь. У нас действительно на сегодня он на коротком поводке держит не только всех остальных, но и силовиков. У нас на сегодня силовики могут тебя долюбить до смерти только, как это правильно сказать, из неправильно понятых интересов службы. То есть это часто очень происходит, но это не для того, чтобы для себя этот бизнес отжать. Это из неправильно понятых интересов, из желания получить очередные звездочки и так далее. Но, что самое страшное, что контроль за экономикой запущена КГБ. Дело в том, что это все ерунда, что делают МВД, милиция понятная, более-менее служба, она простая, как палка. Значит, есть факт, по идее, да. Ну там, били-колотили, вот те документы, как угодно, да. То есть попался, не попался, это одна история. Чем отличается спецслужба, такая как КГБ? Это совершенно другой подход, это агентурная разработка, это доступ к переписке и так далее. Это долгие-долгие годы наблюдений, да. Это превентивное наблюдение за всеми процессами накопления информационных этих. Это никакого ограничения в инструментах. Это шантаж, насилие, угрозы, там, что угодно. Слушайте, мы и потенциальные все остальные, ради бога. Я этим занимался 15 лет, не знаю, как интерфейс осознавался, знаю, как все они работают. Что вы несете? В 2004 год. Кто-нибудь из них служил и знает, как он делается? Подождите. Я думаю, что такое в 1983 году, в 1983 году был создан отдел по защите советской экономики. И задачи у него были определенные. И сейчас они остаются примерно те же самые. Но это не значит, что за всеми сленят, на габрой информации, да не хватит никаких сил, чтобы все разработали. Я бы, смотрите, я вас услышал, смотрите, я бы с удовольствием с вами согласился, но посмотрите на дело врачей. Сколько лет длилась эта разработка, скажите? Какое количество людей отслушивалось? Какое количество людей отслеживались перемещениями? Так вы понимаете, что они борются с причиной, а с ответственностью? Не, подождите, подождите. Ну, я сам... Смотрите, я-то с вами согласен, что за бюджетными деньгами должно государство следить, да? То есть я с вами согласен, безусловно. Я романтика этого призываю. Вот это самое ужасное, ну ладно, подождите. Значит, смотрите, я согласен, что государство должно следить за бюджетными деньгами. И в нормальных условиях, под гражданским контролем, парламент контролирует ту самую контрольную палату, да? Исполнительную власть контролирует, контролирует исполнение бюджета. Совсем другая история в наших странах. Вот в 2004 году они написали эту книжку, да? А что сейчас произошло в России? Давай посмотрим, это же такой же вот опыт. Это ненадолго, это ненадолго. Но подходы и методы те же самые, те же самые методы. Посмотрите, вот это 2018 год, да? ФСБ, казалось бы, Россия страна, которая ведет несколько войн, там, и так далее, да? У которых действительно есть террористическая угроза, где, ну, реально, ФСБ, по идее, должен чем-то заниматься, есть чем заниматься, да? Общее количество экономических дел происходит в ФСБ под 5000, да? Последние 7 лет, значит, 25% рост таких дел. Каждый из таких дел чем заканчивается? Переделом просто, просто переделом. А в начале 2000-х, чем они занимались? Они занимались чистым рейдерством. Потому что такая спецслужба, она имеет представителей в прокуратуре, в суде, негласных. В прокуратуре, в суде, в следствии. И они легко могут организовать... Ну, что вы смеетесь? Ну, хорошо, давайте вместе смеяться. Я для тех, кто смеется особенно, вот такую книжку принес. Будем вместе читать. Хорошо, помогите. Я бы с удовольствием посмеялся вместе с вами. Значит, послушайте. Но, знаете ли вы дело Доморадского и вот этого второго, как его, господи, Борисевича? Борисевич украл детские котлеты, да? Ну, еще раз, не жалко, как бы, 12 лет. 12 лет, ну, не жалко, все равно, детские котлеты украл. Но вы знаете, как посадили Доморадского? Вы же читали об этом в... Методологически, как его посадили? Вы слышали? Методологически кто-то как-то дал показания в неустановленном месте, не установив лица для непонятного вопроса, подписей его ничего нету, и пошел, да? И вы понимаете, что... Это другая история, но, тем не менее, методология. Нас же, вот лично вас, ну, блин, украл котлеты и черт с ним, да? Не жалко. Но методология. Я вам поспорила так. Методология применяемых методов, ну, то, что делают, вот что опасно. Вот что страшно сейчас, понимаете? И еще раз, смотрите, это же еще работает в паре в такой. У людей, у всех этих, 7% народу, не имеет никакой собственности здесь. Они работают в госорганах, там, в следственных, где угодно, да? В исполнительной власти. Они... Александр Григорьевич на последних выборах, на предпоследних говорил, я вот уйду на пенсию, у меня ничего нет. И формально у него ничего нет, вы понимаете? И в то же время эти люди имеют доступ и прямое задание, как мы видим, теперь, накапливать эту информацию, собирать ее и реализовывать сегодня по его приказу интересы государства, а завтра, в любой другой момент, когда что-то такое произойдет, в своих собственных интересах. Вот это самая страшная штука. И то, что вам удалось, вот господин Корягин и Романчук, удалось, и Аня, удалось чуть-чуть как бы этот процесс сейчас приостановить, количество дел вот эти последние два года, оно преуменьшилось слегка. И как бы фокус сдвинулся с экономики больше на органы госуправления, да? И на госпредприятия. То есть фокус передвинулся. Ну, слушайте, это просто как увеличительное стекло, которое в нас сожгут, оно есть, понимаешь? Уже кто-то вот сидит над буровинником, и этого сжег, и этого. Это можно сделать как угодно. Какой популизм? Это каждый год. Какой предвыборный? Это постоянно. Просто сейчас... Это решение, это решение. Да, давайте... Мы не хотим бороться с коррупцией, о чем призывали в Романчу в каждом своем выступлении. Или мы не хотим бороться с коррупцией. А когда начинают бороться с коррупцией, а уничтожать конкретных людей, тогда у них это плохо. Я говорю. Мы хотим бороться над причинами, которые создают ФПА. Да, последнее, друзья. Посмотрите, последние два слайда. Если у вас закончили, последние два слайда. Будет возможность дать спустя. Я именно-то, собственно, и обращаюсь к Ярославу Вячеславовичу. В первую очередь, и во-вторых, к вам, ко всех. Надо снижать градус взаимного озверения. Посадки на 10-12 лет за экономические преступления. Это бесчеловечная практика, которая приведет, на самом деле, к массовому перераспределению собственности в первый удобный момент. То, что спецслужбы занимаются экономикой в таком объеме, это ужасно опасная тенденция. То, что происходят такие дела, когда по прямому навету, без документов, мысли, без какой-то доказательной базы. У нас, понимаете, вы говорили про верховенство права, да? Базирующегося справедливости. У нас, на самом деле, реализовано-то сейчас верховенство закона, причем в таком виде, как, что написали, то и закон, они на основании права. Да и это еще сейчас нарушают активно. И мы близко тут даже не приблизились. И третий вопрос. Слушай, ты когда нападаешь на всех погреб, не надо заводить все еще больше врагов. Зарабатывай все эти. Даже если вы хотите бороться с коррупцией, или что угодно делать, это нужно делать не силовыми методами. Уменьшить количество посадок, арестов и так далее. Борьба с коррупцией в таком виде, в диком, она превратится в костры, на которых будут сжигать кого угодно. И на крайний случай. Я, в общем, услышал предпринимателей, я рекомендую предпринимателям читать вот такую книжку тогда. Это «Траектория уголовного дела». Институциональный анализ. Это по российскому, конечно, примеру. Свежайшая книжка. Что происходит с того момента, когда поступило первое заявление, ну и дальше, как оно проходит по всем этим кондиционным трубкам. И почему в наших странах, во всех одинаково, на самом деле, процент оправдательных приговоров того, насколько меньше одного или один, и две десятых. И мы должны снижать уровень насилия в обществе, в этом смысле. Именно то, что касается бизнес-сообщества, и любой хозяйственной изданительности, и любых управленцев. И потому что никакая буржуазно-гибридическая ни эволюция, ни революция, без буржуазии невозможно. Понимаете? И когда вы всех пересажаете, тут останутся только люди с нагадой. Он упрощается тем, кто будет с ним. Которые, которые вы пересаживаете, да? Точно. Все, спасибо. А для внимания. А тебе большое. Сейчас в стерилизованном, взаимовережливом режиме. Вопросы, пожалуйста, и в результатах. Начинаем в драме. А то он такой, а-а-а-а, праздновать на 5,5,5. Это просто трэш какой-то. Это российское лок-шоу. А, друзья, вопросы, пожалуйста. Так. Ваня сказал, что у нас, в принципе, нет вообще в государстве частной собственности. Она условная, да, я считаю. Но я считаю, что она есть. Первая категория, это частная собственность в семье Лукашенко. Это факт. Первое. Второе. Частная собственность ВИП-нанклатуры Круппера-Слава против Чужого. Если бы сегодня можно было, как Навальный, получить список, да, наших чиновников, чем они владеют, то бы вы ужаснулись. Потому что когда у меня был проект с немецкими инвесторами поставить заправочную станцию на одном из мирных дорог, да, на Гродно. Как оказалось, что сегодня все лагерные места в этот раз, в Ресской, Гродненской, они давно принадлежат каким-то чиновникам. Либо губернатору, в Ресскому, либо Гродненскому, да. Поэтому сегодня есть трагедия наша. Уже давно все перераспределено в сторону семьи или более низкой номенклатуры. Поэтому давно в стране все приватизировано, да, и в принципе ничего никому уже не останется. Я за политические несогласен, и я бы был очень рад, если бы вот эти люди были уверены в своем положении завтра, и послезавтра, и после отставки. Но они не уверены ни в чем, понимаете. Ничего не может дать им это уверенность, к сожалению. Спасибо, Виктория. Потом идем. Ну, в продолжение, я хотела бы сказать, что это частная собственность, она действительно до тех пор частная, пока они у руля. И это в том числе и поводок, на котором мы их держим. Это точно так же, да, система сдержек противовесов. Противовесы — это собственность, а сдержки — это решетка, которая маячит, да, как только человек открывает глаза, он сразу ее видит. Но я хотела сказать не об этом. Там в середине в тексте, вот где, про ненаходимость. Термин, который вообще понятен, да, всем присутствующим, без сомнения. Значит, я хотела бы поспорить, что против утверждения, что союз схлопнулся из-за воли, в общем, вненаходимцев. То есть все, кто влиял на момент на принятие решений, прозвучал, так я поняла, по крайней мере, они как раз все были продуктом, да, предварительной вот исторической подготовки, как-то давили, травили, расселяли по-советски. Я говорю про 91-й год, когда был референдум, и когда все республики погодили, рассвались только из-за воли, нет лидеров. Я тебя услышала, я уже заканчиваю. Погоним в Советский Союз, там еще уже, я хочу, вот, бизнес конкретная тема, пожалуйста, вот вопрос, что мы расплывемся вот так, и все. Я могу закончить? Да, пока еще. Только под этим, пожалуйста. Что лидеры были у нас вне находимцы, они были проходимцы. Тролли, как фототемы. Нет, 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 нет. Спасибо. Давайте, пожалуйста, под этим. Хорошо, под этим. Спасибо за выступление, мне очень, очень так, оживило всех. И мне, что очень понравилось, вот, мы вчера говорили вот про эти семь штук, что типа вот было бы хорошо с этим. Семь штук. Да, я хочу связать два выступления. Вот это выступление, это как раз таки, кто, как бы, анализ, а где мы на самом деле сейчас находимся. И два момента между одним и вторым, это как раз таки, после этого будет вопрос, да, что вот система власти, такая постсоветская на всей территории, где власть, она надзаконна, и она распределена только к привязке к должностям, то есть такой, ну, феодальна. И как от этого можно перейти вот к тому, что говорят, как будто будет лучше. Вот те семьи. В частный случай. В частный случай, что нам говорят, что для того, чтобы более экономически мы развивались, надо вот выполнить там эти все мелочи. Вот есть какой-то там, ну, хотя бы идея, как вот от отзамбор к другому перейти. Вот, понимаете, от феодализма через буржуазную революцию люди приходят к посвященной монархии, а потом к демократии. Вот для этого нужен класс буржуазии, национальный. Нужна национальная буржуазия, понимаете? Причем она должна быть принята в обществе, и она должна быть занимать большую часть, не 30%. Более простым шагом должно быть на наше, как выводное предложение, депутатский корпус, отменить полную конфискацию при таких делах. Потому что иначе не будет вот этого момента, как только вы смотрите. Вадим, Вадим, все, спасибо. Аня. У меня и ответы, и вопросы, и комментарии, да? Давайте, вот мое мнение, я надеюсь, что его все разделят. Собственность в Беларуси есть. У нас нет механизма защиты этой собственности ни для кого. Неважно, лично это собственность, да, либо это там, собственность синоника, либо это собственность гражданина, либо это собственность бизнеса. Отсутствие механизмов защиты собственности, вот это страшно. И пока, и когда наши власти делают глупые глаза и говорят, что у нас созданы все условия, у них не созданы самые главные условия, да? возможность защиты собственности, механизма вывода этой собственности, распоряжения этой собственностью. И здесь как раз мы говорим, сколько бы бизнес не участвовал в бизнес-семинарах, как он это делает, потому что он видит результат. Бизнес становится умнее, он пытается применять себя на практике, это помогает ему зарабатывать. И не адвокатирует бизнес, свои бизнес-союзы, не адвокатирует какое-то лоббирование законодательных, актов именно потому, что он не видит результат. Любой бизнес всегда нацелен на результат, это не работа ради работы, это результат. Либо зарабатывание денег, либо построение собственности. За 20 лет у бизнеса было очень мало багажа побед, который поговорил, я вложился вот в этот закон, он принят и он способствует тому, чтобы создаются условия развития бизнеса. Вот это элементарный ответ на вопрос, который поставил Ярослав, почему бизнес не вкладывается в адвокатирование. А что я даже не знаю ни о том примере, может вы знаете, когда бы любой бизнес, любой закон поддерживал материально адвокатирование дел какого-то. Вот IT, да, мы знаем конкретных людей, конкретная сумма денег, как они делали, в конце концов получилось. А по любому другому законодательству, это бизнес-социации, это пассионарные добровольцы, это кто угодно, только не собственно конкретно вот систему, я не знаю, как налоговый кодекс в Америке, вот Трамп когда-то написал, да, конкретные ассоциации, конкретные люди, конкретные деньги, вся машина работает, в конце концов на выходе получается изменение, это замечательно совершенно, в Америке как это работает. В России, в России, в России только же Володя Мауме говорил, там еще увлекая все время о Якутине, да, да, он говорит, есть там 5 миллионов долларов на заработку захода, 5 миллионов, да, что они делают? Они собирают людей, пласят им деньги, они анализируют другой опыт, делают рыбу, и рыбу заказчикам издают, потом с этой рыбой работают, потом на разные адаптистские группы туда-сюда, у нас вообще этого механизма вообще нет, я не знаю, как появляются законы. Есть. Ой, я расскажу, что... Сейчас, сейчас, сейчас я заказываю. Извините, я может быть долго, но я еще не закончила. Теперь, просто резанула с рук фраза по поводу пика диалога бизнеса и власти, да, и были приведены там примеры 7-го, 8-го декрета, но так вот, с моей точки зрения, это имитация пика, да, то есть его не было, и этого диалога, ну, это не был диалог, была его имитация, потому что тот же декрет номер 7, ну, откройте его, там нет ничего нового, и проблема не в том, что у нас плохо написаны законы, у нас хорошие законы, они хреново исполняют сам, понимаешь? И, наверное, нам надо начинать не с того, чтобы ругать власть, а с того, чтобы попробовать ее научить исполнять то, что она написала. Да, то есть директива номер 4, если бы исполнялся пункт 9, нам не нужен был бы ни седьмой декрет, ни восьмой, ничего, понимаете? То есть, и я, вот мое такое глубокое убеждение в том, что мы сейчас как раз-таки должны настаивать на том, чтобы эти законы исполнялись. И страшная вещь в том, что по делам ДФР нет вообще ни одного оправдательного приговора. То есть, если с налоговой вы можете поспорить, то с другими силовиками нет. Так что, Ваня, пользуясь в этой технологии оргазма не было? Не было. Научим вас исполнять законы! Не дешево имитировать! Спасибо, Наталья! Я хотела бы прокомментировать вот тот слабкий миф, который Донейка и все организации, которые при нем эксплуатируют, это, надо сказать, это не научная точка зрения, а идеологическая совершенно конкретная их. Они-то специально делают для того, чтобы, ну, как бы всем было легче разговаривать, раз у нас тут как бы хорошо, частный бизнес растет. Если мы к фактам, к цифрам обратимся, то занятость чисто в частном секторе, без учета всяких ООО, там, госучастия, это у нас составляет порядка 38%. То есть все остальное, это либо пригосударственные, либо самозанятые, там, и все вот это вот, и так далее. То есть 38%. Подожди, Донейка не это говорит. Донейка говорит, что... Донейка говорит, что... Донейка говорит, что... Николай и вот Наум, и еще там тысяча таких человек еще больше увеличат свой бизнес. Государственное предприятие схлопнуто в ближайшие 10 лет, и это и будет наша прекрасная новая экономика. Донейка говорит, что... Донейка говорит, что частный сектор абсорбирует тех людей, которые выходят в гости предприятия. Но этого не происходит, потому что они уходят в самозанятые. Они уходят... Ну, они не уходят в частный бизнес, потому что занятость в нем не растет. Она не растет. Это мы тяжело обсуждать, я не знаю. И я очень рад, что у нас есть частный бизнес. Это прекрасно. Донейка большой наниматель, но занятость не растет. Но угроза тоже лезет. Давайте про нее как-то пытаться заранее защитить. Можно я если кто-то скажу? Да. Вот мое эмоциональное выступление. Я, на мой взгляд, это моя позиция, да? Надо понять, что беда в одном в том, что сегодня силовики втянуты в политическую борьбу. То есть силовой блок должен оставаться, он как бы за рамками. А его, что значит, вы говорите там, контроль за... Ярослав говорит, для того, чтобы сработать закон, нужны деньги. 5 миллионов, 2 миллиона, 3 миллиона. Кто уже дает эти деньги? По пальцу можно пересчитать, кто стране может дать такие деньги? Даже 20 тысяч. 20 тысяч, да. Поэтому сегодня приближен... Мощанский, Бойко, да? Ну и... Алексин, Ворозий. Да, небольшой круг. Потому что это те, с точки зрения Александра Григорьевича, как политика, все сделано очень мудро. И сложно возразить. Как так возразить? Он всегда говорит, я же, это же политический обрыват. Уже нет правил. Это его слово. Здесь правил нет. Поэтому я действую так, как могу. А вы попробуйте мне протестовать. Вот, собственно говоря, ситуация. Поэтому силовики, они выполняют заказ. Заказ действующей власти. Когда, если бы у нас силовой блок назначался парламентом, а не президентом, и под отчетен был парламенту, наверное, была бы немножко другая ситуация. То есть это то, о чем говорит Ярослав, что нам нужна реформа. Реформа законодательная, конституционная реформа, где вот это все... У нас в Конституции прописано разделение власти. Еще раз, выяснили. У нас парламент кому? У нас просто не на все в союзе. В Советском Союзе это было одно. Вот, собственно говоря, с этого начинается все. А вот потому, что там... Другая часть моего небольшого выступления. Смотрите, давайте по пальцам начнем. Чиж, Павловский, этот самый... В Могилеве... Как его? Баскин. Нет, не Баскин. Молодцы. Текстильные, не тканые материалы. Магадык. Магадык. То есть кого не возьми, за всеми хвост. Всем пришлось достать из кошелька, вернуть в бюджет и дальше работать. Кого-то больше поддержали, чтобы больше вытрясти, кого-то меньше поддержали, чтобы меньше вытрясти. Поэтому... Мошанский... Мошанский не был. Бойки не был. Мартынов... Город отпустил, но... Потом сбрил. Сказал, я отпускал, готовился, но потом уже... Решил, что можно сбривать. То есть, что касается вот этой категории, и очень неприятно было смотреть на эту историю с Чижом и его разборками, с этими чемоданами каких-то непонятных денег и всего остального. То есть, не воруй, плати налоги, и все будет нормально. А то есть же позиция такая. Платить налоги не буду. Стучи по дереву. А этот самый... Он оптимизирует. Слушайте, вот есть Ленис Федорович, он знает наизусть... Ленис Федорович, вы где? Наверху. Ленис Федорович наизусть знает «Золотой теленок», «12 ульев». Значит, там в одной из книг, в какой здесь книжек, кстати, пришел предприниматель, прошел к буфету, съел яйцо, а потом еще одно яйцо, а потом еще одно яйцо, и его спрашиваю. Что случилось? Меня обложили налогом. Вы знаете, как закончился НЭП в СССР? А он увеличивает налог? Очень просто. Они увеличили налог, и еще немножко увеличили налог, и еще немножко увеличили налог. В этом смысле, вот то, что произойдет, когда Данейко говорит, что госпредприятия схлопнутся, а частный прекрасный бизнес абсорбирует работников. Нет. Повысит налог, и еще раз повысит налог, и горизонт, или кто там очередной масс, еще дольют деньгами, да, и вот этих всех. Можешь что-то произвести? Повышение налогов до следующего года, ребята. И ты в это верь, и ты в это верь. И ты в это верь. Шесть месяцев. Друзья, я просто... Дмитрий Юрьевич, кого вложили налогом, я забыл в этих 12 улях? Да не важно. Это воробьиные квартиры. Николай, в отношении вот того, что плати налоги, да, лозунж, на самом деле, вот если бы это было так, да, если бы хорошие налоги, прозрачные, есть огромное количество случаев, в том числе, люди, которые вы знаете, я знаю, которые рассказывали другую совершенно историю, которые людей садят, или там, уголовное преследование, радикально по другим принципам, когда даже следствие доводит, что сфальсифицировали заказ, что за такое нужно следователя прокуратуры садить за фальсификацию, а его держат там. По другим совершенно субъективным причинам, и вот то, что вы говорите, да, органы и инструменты практически борются, да, но если закон, вот сейчас смотрите, вот вопрос Минтруда и этой инспекции, да, есть обменаторный завод. Ребята делали дело, думали, что проскочили, да, потом, я не знаю, как, не знаю, почему, очевидно, потому что голос был сильный, сказали, нет, Минприрода, мы не будем фальсифицировать, мы будем эту чушь подписывать, потому что это, не знаю почему, потому что это по науке, это правда, или потому что у нас, типа там, не знаю, не хотим что-то покрывать, но факт, остался факт, мы не подписали. И таких вот примеров, когда-то, Национальный банк, да, чего Национальный банк, к тому же, калаврин сказать, слушайте, ну да, ходят, просят, экономический рост, ну давай я тебе напечатаю, там, миллиард рублей вложу, ну потом вот инфляция, потом вот курс другой, но я же, краткосрочно помогу им, экспортерам, есть какие-то принципиальные вещи, и все мы говорим о том, что, там, платить налоги, безусловно, надо платить налоги, да, но когда ты даже не доказал, что ты не заплатил, а тебя уже посадили, потому что вот то, что ты делал КГК, тебя за умысел, за возможность, за то, что ты мог что-то заплатить, и вот, лжево-предпринимательство, собственно, это все построено, да, ты имел дело, тоже наш уважаемый член ревизионной комиссии, который уехал в Канаду, Владимир Николаевич, он 25 лет в бизнесе, он имел какую-то сделку в 2019-го года, потом, слушайте, оказывается, вы уже с предпринимателем работали, давайте вы там платите кучу бабла, и в таких случаях несправедливости, и даже... Николай, ну я с вами согласен, я точно так же стараюсь максимально белое вести дела. Я хочу дальше говорить больше, да, я на очередном последнем заседании Совета, вот когда все присутствовали, и тот чин, я в глаза говорил, что у нас проблема с правоприменительной практикой, потому что раньше, чтобы доказать взятого, нужно было взять его в полицию, да, сегодня Иван Иванович говорит, я дал Сергею Петровичу 5 лет назад 100 долларов, 50 долларов на каком-то, как в том числе, на каком-то банкизии, и все, и больше ничего не надо, остается посадить Сергея Петровича в камеру, этот сказал, этого посадили, и говорят, они прямо, все-таки говорят, через полгода все равно признаются, надоест сидеть, признаются. чем отвечает от правоприменительный модуль? Это вопрос к кому? К законодательному модульу? Кто принимал закон? Да. Мы сейчас обсуждаем инструментарий пополнения бюджета и пытаемся противодействовать, сломать этот инструмент. статья доходов бюджета, поступление штрафов, санкций и вся вот эта решетка, все вот это изъятие. Мы сейчас будем страх сломать. Спасибо. Ну, товарищ, потом два последствия это друзья, граждане. Друзья, я прошу прощения, все как в колхозе. Я уже не цепил уже, я старался. Те средства, которые собираются штрафами, наказаниями, просто мизерные по сравнению с бюджетом, налоговыми поступлениями и платежами таможни. Кстати, частный бизнес потому что поступление дает 50, свыше 50 процентов дохода государства и 33 процента в виде налоговых поступлений. На сегодня чисто частный бизнес без акционеров и без всего. Суть в том, что на самом деле это заказ или желание поддержать, почувствовать как-то прочувствованная политика скажем лидера государства, лидера и главы государства. То есть подстроиться под него, ублажить каким-то образом, подкупить каким-то образом многих людей, которые вратили своих карьерных устремлений и ведомственных интересов и часто ложно понимаемых государственных интересов. Самое страшное, что сегодня между пяти структурами существует поощряемое соревнование, поощряемое кто больше. Кто больше это то или другое. Кто больше найдет, кто больше привлечет, кто больше в эти дела. Реальное соревнование идет, причем он идет как в региональном отраслевом аспекте. Я сталкиваюсь с этим. Абсолютно не права Анны Конопадской, которая говорит, что бизнес, союзы не имеют достижения. У нас громадный список достижений. Громадный. Мы не всегда можем об этом говорить. Значит, не будет после этого ни одного. Мы выработали инструментарии, переговоры, влиялись, куча отмененных документов. Вот здесь половина участников этого процесса. Вы знаете, имеет место. То есть есть мысль борьбы, умные позиции бизнеса, ведение диалога, опора на союзников, на террористы и так далее. Мысль борьбы. Это правильные слова. Это правильное слово. Это вот это, что надо делать. Я хочу привести один только пример. Есть бизнес, и часть бизнеса это банки. Я недавно вынужден был изучать, допустим, союз Харлапа и банковский садик. Открываю главную страницу и читаю. Председатель, зампредседателя и кто в составе этого союза? Банковского союза. Это бывшие председатели высшего конституционного суда, члены высшего судов и так далее. Тут же и ввес. Самый высший уровень юриспруденции находится в этом союзе. Второе. Третьейские суды. Кто председатель третьейских судов? Ну, вы недовольны банком, да? Приходите к вам суд. Опять читаю фамилии и должности взялся за его уровень. Открывают союз Харлапа. Да? Промышленники. То есть, какие деньги вложены в защиту банковского союза самими банками для поддержания и что вложено Харлапом? Ладно, коряги. Там мелкий, средний бизнес, да? Никак не можем собрать деньги. Но союз Харлапа мог в свое время, в то же время, когда союз объединился, еще когда был Черняшский, да? Черняшский был. Союз Феликс, он делал такой профессиональный союз. Это банковский. Да, банковский. Это не Харлап. Нет, нет, а банковский. Как только сменили руководителя, они четко заняли позицию профессионально с деньгами отрабатывают свои деньги. Что сделал Харлаповский союз? Разговоры, 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 разговоры. Вроде бы и вице-премьеры есть, и премьер нужно тебя защищать. Я к чему хочу сказать? В этой стране, и назовите мне хоть один случай, когда вздернули кого-то из банкиров. Что они такие чистые, они не воруют, они не захватывают. А кассовую не знаю, золотую Талер, не знаю. Не, не, это мелочи. А вот кассовую эту историю, я хочу... Украинские банки? Не, наши, наши. Закупка кассово-бородию. Беларусь банков? Я вас умоляю, я вас умоляю. Это конкретный один человек, да? Но вы попробуйте тронуть банковскую систему. Я к чему хочу сказать? Вот одиночка, как Александр Владимирович, у которого нет системы, вот такой, как у них надо учиться. Я бы скопировал Банковский союз, да? И если бы смог Карлап, вот тогда, когда думали, обвинить конфедерацию, союзы все, сейчас соберемся, седьмой шла, по горлане, да, на одну кем. Госконтроль выступил. Я думаю, думаю, что то, с чем мы научились сейчас Банковский союз, это серьезнейшая структура, которая вне политики, вне государства, потому что оно и есть государство. И никакой Александр Григорьевич Лукашенко, когда, помните, сказал фразу, этих жирных котов надо сдернуть, чем закончилась? Волна, и все. Ни одного жирного кота не нашли. Такие золотые, такие чистые, такие невинные. Я хочу, почему, еще раз, наша задача, если мы хотим что-то отстаивать, Александр Григорьевич очень четко понимает, что такое системность и что такое корпоративность. И серьезную корпорацию не тронет. А когда мы разноголосые кричим, я не думаю, что кто-то защитится. Спасибо. Прекоментарий Иванович. Прекрасно, надо учиться у Карлапа. Я не хочу... Не у Карлапа, я бы надо гнать нахрен за стороны Митарова. А у этого, у банковского садится. А туда посадит молодого, который бы понял одно, что если каждый завод скинется по 5 штук, то мы можем таких адвокаций найти, которые будут банки столько не выложить, сколько... Слушайте, вот к вам вопрос и вообще... Кстати, по-моему, с камнем бумага, может клиент... Да ладно, вопрос вот опять, очень важный, потому что Ваня снисходительно к нему подошел, но в самом деле, если я говорю, почему бизнес, малый, средний, большой в том числе, понимают одну вещь, отдавать тысячу долларов на билет развлечения, бизнеса, ой, будьте классными, взорвали прибыли, дать взносы в союз профессиональный, людей, которые уважаемые, которые глотку за них грызут там везде на всех уровнях, все равно не дам. А ты вот не дал задать вопрос, а потому что в ненаходимость у нас. Я не могу это понять, потому что... Ваня, объясни, вот почему мне. Вот я тебе говорю... Потому что мы так привыкли, мы партизаны. Тебе корягин, корягин, наук... Хорошо, объясняю. Все объясняю. Все объясняю. Объясняю. Я задал твой вопрос. Нет, не понял, потому что... Я понял твой вопрос. Тебе, с точки зрения устойчивости бизнеса, особенно большого, очень важно помогать таким людям, как мы, да? Но вы-то все равно этого не делаете. Объясняю. И на региональном, и на... Объясняю, понял вопрос. Смотрите, вы знаете, видели зебру все, да? Зебра полосатая. Живет саванья, значит, охотится на них лев. Почему зебра полосатая? Вы легче прячете. Ну, а теперь представь. Желтая саванна, да? И на ней белая полосатая зебра, блин. Черно-белая. Белая, да. Ну, черно-белая. Понимаешь, это контрастное пятно. Прячется лев. Вот он оранжевый, такой же, как и саванна. А почему зебра полосатая, блин? Это прячется она так? Нет. Нет. Потому что... Потому что зебра, как одна сама по себе, это ничего. Она живет стадом. И главное спрятаться на фоне стада, понимаешь? Это защитная реакция мелких животных, стадных, таких вот, как люди, и как мелкие белорусские предприниматели. Мы живем стадом. У нас полоски, и мы на фоне стада просто должны быть в центре где-то. Понимаешь? По краям бегают или сумасшедшие, какие-нибудь слабые там. Их живет, или беда. И плюс еще есть совершенно уникальные, прекрасные люди. вот господин Корягин там, Романчук, который рисует на груди мишень, говорит, я смелый, блин, давай, я буду защищаться. Предприниматели не такие. Они с полосками прячутся в своем этом, и поэтому мы и не скидываемся. И все же вопрос от «Зебры» и «Усаванны». Иван, вы с вами встречались? У нас одна из представителей «Зебры». Как руководитель ассоциации и бизнес, который нуждался в такой помощи конкретной, которую ассоциация могла предоставить. Мы с вами лично встретились и поговорили о том, что 100 долларов в год сначала утром в деньги, вечером в сутки. И с тех пор больше не встречались. Ответьте, пожалуйста. Вопрос. Это не личное дело. Нет, нет. Я продолжаю с огромным уважением относиться и к Ивану, и к бизнесу Ивана. Вы просто ответьте на этот вопрос. Что остановило вас от этого бешеного взноса для того, чтобы действительно я двинула вам те вопросы, о которых мы практически договорились. А как вы догадываете, что вы экстредите? Так, друзья, давайте это частный вопрос. Это не частный вопрос. Так все действуют. Так все действуют. Что вас остановило? Вы прямо так и скажите, как есть, пожалуйста. И опыт сын ошибок трудных. Ну, нет, мы не участвуем ни в чем таком. Понимаете, и все. Точка. Друзья, это практика. Это практика. Это страны всех членов совета. Это практика. Это практика. Это привычка. Это привычка. Совета по развитию бизнеса. Публики. Общественные деятельности и взрослыми занимаюсь. Я и сочувствующих примкнувших как мне мантыну. Витерской асентации. И то, пока с бородой ходил. Все начинается. Все, друзья. Попробуем это слово и потом уже по поводу обсуждения. Давайте. Если ты раз другая ходила, давайте. Не будем забывать. Есть исторические помогаем прекрасно. Обработка социации европейские и прочие. Американские и так далее. Есть исторические. У них совершенно другое наследие. Правильно Ваня говорит. Есть протезачи. У нас в Витебс. 300,5 тысячи субъектов. 7 тысячи Б. Но поделен на тех, кто умеет 2-3 бизнеса. То есть активных 5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Ассоциация объединяет 100 человек и все. Поэтому в сегодняшний день действительно пока не будет ярких примеров когда мы можем показать что мы добились. У нас один такой есть. В конкретном, как я рассказывал, есть конкретный четкий пример когда мы отбились по медицинским обходам и прочим. До сих пор станция в Витебске не ходит. А это вы считаете в районы, потому что боятся поступить. Я должен отбить. Но ни один. 35 частных медицинских центров стоматологии как их было 4 у нас ни один не добавился. Хотя все знают и все просто отвечают как хорошо на год работает нам не ходят с проверкой. Поэтому должно меняться сознание безусловно. С другой стороны точно так же подожди. Точно так нам не звонил Тутбай нет, прошу прощения на русский язык говорит давайте мы сейчас быстро спиарим историю я говорю не надо потому что мы работаем в лицензированном бизнесе лицензии никто не отменял более того вопрос с лицензией непонятный два года как один сказал компетентный человек беседующий со мной недавно мы содействовали тут сертификации оборудования нового пришли ну люди не могут пройти пришли подписать начальник отдела сидит зам сидит подписывать некому так вот поэтому ситуация такая люди даже когда они не видят результат они бизнес не готов подтверждать он не хочет только хочет результата но не всегда готов совершенно потому что не хочет сказать то что искал Ваня плюс белорусы партизаны и плюс простите никто меня не привезет историческое наследие должна быть традиция традиция там есть на западе когда были гильдии которые перенесли в профессиональные станции перенесло законодательство и так далее ну у нас путь впереди все очень короткий ответ обращение к Романчуку к Ане Корягину на самом деле опыт вашей работы предпринимательства изменение законодательства декрет один и второй все это прекрасно и вряд ли большего можно в этом поле достичь защищайте сейчас чиновников которых сажают защищайте госдиректоров которых сажают боритесь за матерей этих которых детей в армию забирают там больше поля людей которые прямо сейчас прижмут за понятие законов против домашнего насилия друзья спасибо большое за пропаганцию за этим спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok